Появился у меня в коллекции вот такой вот медный грошик. Грош номинал такой интересный. В России в поговорках такой гороша ломаного не стоит. Вот подобного типа поговорочки имеют место быть. И вот перед нами как раз один из таких грошиков 1839 года польский, но при ближайшем рассмотрении, если его с другой стороны посмотреть, то герб орел все-таки двух голов, так скажем. Варшавский монетный двор выпустил такую монетку. И вот это на тот момент, когда в Польше было, польское королевство было в составе России, вассальное. И вот такие монеты ходили наравне с российским, по всей территории российские перья. И потому вот как бы этот номинал один грош для России это совсем не чужой, а как бы наш свой. Вот так получилось, что Польшу делили три раза и вот в последний раз ее до до 1917 года она находилась в составе Российской империи. Чем нам знаменательнее, чем вспоминать 1839 год? Был это, так скажем, год год свиньи по восточному календарю. И вот говорят, рожденные в этот год им были свойственны доброта, честность, наивность, обаяние. Ну что ж. Из интересных событий. 1 марта в западных властях империи воссоединилась униатская церковь с православной. Ну вот, случилась денежная реформа конкорена. Курс рубля, курс 3 рубля 50 копеек осигнациями за 1 серебряный рубль объявлен постоянным. С принятием серебряного рубля единственной монетной единицей решено заменить осигнации по означенному курсу кредитными знаками безостановочного размена на полноценную монету. В июне издан закон, который установил, что во всех расчетах казны с населением и во всех коммерческих сделках счет должен вестись на серебро. Серебряный рубль объявлен главной монетой, а курс осигнации установлен раз и навсегда 350 копеек за рубль. В Лодзе установлены на хлопчатобумажной фабрике Гейера паровые машины, вывезенные из Бельгии в Египте. Европейские державы продолжают вмешиваться в русско-турецко-египетский конфликт, причем Россия ищет сближение с Англией. Учережена для целей военного ведомства в Варшавской телеграфной линии, соединившей Санкт-Петербург, столицу России с Варшавой. Генеральный штаб возглавляет генерал Шуберт. В здании генерального штаба можно увидеть чертежный, в который исполняют планы по системе Лемона, а затем сеть триангуляций, произведенной в Русской империи. Нельзя продолжить триангуляцию далее по степям, прежде всего по недостатку материала для постройки сигналов и обсерваторий. Немцы в армии нелюбимы, им дано прозвище Либе Брудер, ремешки, эгрзерсмейстеры. Слушат они пунктуально, но горды, скупы, боязливо, осторожны. Во дворе с немец в каком-нибудь полку и скоро все его семейство со всеми двоюродными братьями будет там обеспечено. Русские военные менее образованы и часто обращаются с подчиненными с беспощадной суровостью, на другой день это заглаживают, приветливо обращаясь к солдатам. Русские воруют, но не копят деньги, а живут открыто. В гвардии офицеров мало, трудно найти их в достаточном количестве, потому что для этого надо значительное состояние. Пехотный гвардейский офицер, по крайней мере, должен иметь 5000 рублей кавалерийский, 15000 рублей дохода, а кавалергардский еще более. С этого года полковники увольняем в отставку для определения к статским делам. Получается чин статского советника 5 класса, то есть на один класс выше. Гвардейский поручик и армейский капитан получает чин того же 9 класса, чин титулярного советника. До этого года капитаны получали чин 8 класса, коллежеского асессора. Утверждено составленное при непосредственном участии Владимира Федоровича Адаевского положение о детских приютах и наказ лицам непосредственно заведующим детскими приютами. Там должны находиться дети от 3 до 9 лет, которые остаются на время занятий их домашних без призора. Распорядок дня такой. С утра рукоделие, утренняя молитва, уроки по полчаса, начиная с зимой с 10, катехизис, закон Божий, полчаса ходьбы, во время которой дети учатся счислению, урок чтения, урок послушания, что-то вроде строевой подготовки. В 12 дети садятся за стол после предварительной молитвы, после обеда тоже молитва. Время для свободной игры от половины первого до двух. После вязания и другие рукоделие с одновременным чтением сказок, изучением церковных напевок, гимнов, песен. Ну и классы кончают уроки писания и счисления. В 14 июня случилось бракосочетание Великой Книжной Марии Николаевны с герцогом Лихтенбергтем. Дворцовую церковь наполнили представители всех монархов Европы и Азии. Несколько иностранцев, получившие разрешение присутствовать в составе дипломатического корпуса, жены послов и придворные чины. Балюстрада отделяла их от полукруглого зала, в котором помещался алтарь. На клиресе находились места для царской семьи. Корону над головой герцога Лихтенбергского держал граф Полен, русский посол в Париже, над Великой Книжной и ее брат Цесаревич Наследник. Император Николай I деятелен, энергичен, но имеет обыкновение переходить от фамильярности к отталкивающей гордости. Императрица Александра Федоровна имеет болезненный вид и расстроенные нервы. Наследник Цесаревич, по слухам, добродушен, но здоровью его пострадал от путешествий, которые он предпринимал в юношеском возрасте в обществе отца. Второй сын, Великий Князь Константин Николаевич, считается умным, но предназначен для флота. Младшие сыновья еще себя никак не проявили. Дети. Старшая дочь, Великая Княгиня Мария Николаевна, супруга герцога Глейстенбергского и любимица отца. Вторая Великая Княжна, Ольга Николаевна, по слухам, предназначена герцогу Альбрехту, сынок из герцога Карла, но ничто этот слух не подтверждает. Самый младший Великий Княжня Александре, 13 лет, брат императора Великий Князь Михаил, начальник гвардейского корпуса и всей артиллерии. В делах он имеет мало влияния и слаб здоровьем. Его супруга, Великая Княгиня Елена, урожденная принцессой Вюнтембергской и сестра герцогини Нассау. Нидерландский король назначил полковника Фридриха Гагерна состоять при принце Александре для сопровождения его во время поездки ко двору императора Николая I. Принц Александр, старший сын принца Аранского и Великий Княгиня Анны Павловны принцу 21 год. В конце июля он прибыл в Кронштадт, комендант Кронштадта генерал Беллинсгаузен на время пребывания в России в должности адъютанта, постоянно сопровождающего, к принцу назначен генерал-адъютант глав Сухтелин. В конце лета между Владимиром и Москвой проезжающий иностранец встретил колоссального громадного слона, окруженного кавалькадой всадников. Это подарок шаха Персидского императору Николаю I. Николай I, кстати, приобрел нескучный сад, возникший из объединения садов-усадеб, принадлежащих князьям Голицыным, Трубецким и заводчику Демидову. А зимний дворец вновь выстроен после пожара за самое короткое время почти в том же виде, что прежде. Невыгодные последствия слишком большой поспешности видны всюду. Сырые и неиздоровые стены, все комнаты летом много топились для просушки, и в комнатах с 1 августа почти невозможно жить. Исаакиевский собор в лесах. Еще строительство идет с 1818 и будет завершено только в 1858. Архитект Монферран на массу приобретенных от больших построек ведет жизнь разгульную. В доме его собираются все иностранные художники. В августе открыта Пульковская обсерватория. Киргизский князь Большой Орды прибыл с двумя сыновьями, братом, главным судей и секретарем, предложить императору свои услуги. Он прямой потомок Чингисхана. Киргизы еще кочевники, кочуют по степи, живя в хибитках. Богатство их состоит из лошадей. Существует скотоводством и отчасти разбоем. Не платит Ясака, но делают от времени подарок лошадьми. Император велел выстроить для князя дворец, которым тот живет два дня в году, и назначил телохранителей, которыми командует русский офицер. Офицер этот одновременно надсмотрщик и контролер. Киргизы ведут с Россией через Оренбург большую торговлю. Запрещено только продавать им оружие на всякий случай. Немецкие колонии в Петергофе, основанные императором Александром, дома деревянные, построены по одному и тому же плану. Летом колонисты отдают обыкновение в наем комнаты двери иностранцу. Немецкий язык у них еще чистый, приятен, но воспоминания о родине не исчезли. Император Александр вывез их не из Германии, а из внутренних колоний России. Они лютеране, имеют пастора. Главные виды их промышленной деятельности – разведение овса и картофеля. Новые поселенцы в течение 10 лет свободны от подлитей и воинской повинности. Для детей устроена немецкая школа. Император Александру обязаны своим возникновением бумажной и гранильной фабрики в Петербурге. А в Москве, кстати, процветают петушиные бои. Совсем недавно охотники начали устраивать для них арены или ширмы в глубоком открытом месте, чтобы в арену проходил свободный воздух. И вот на дворе или в саду ставят крышу. Под ней в середине устраивают круглую сплошную загородку без входа в диаметре не более одной из саженей. А в вышину от земли несколько более аршина. Ее обивают изнутри войлоком для сохранения птиц от ушибов. Вокруг арены ставят амфитеатром несколько рядов скамейки для зрителей. Ближайшие пониже, дальние повыше. Между рядами скамеек с противоположных сторон оставляют узкие проходы к арене, по которым вносят на бой петухов. Каждый охотник, неся петуха на арену, старается показать ему противника с противоположной стороны. Бывают бои вечером, поэтому на крышке арены пришивают большую лампу. Иногда арену освещают свечами, сидящие в первом ряду зрители. К годовщине коронации и Бородинским торжествам Москва иллюминирована. В самом Бородино на неделю возникли город и парк вокруг дворца. Выстроены низко театров и между воинственными пантомимами разыгрывают комедийные интермедии. Программа торжества состоит в точном воспроизведении Бородинской битвы. Со всех концов империи созвали всех ветеранов 1812 года, принимавших участие в знаменитом сражении старики. Грубо пробужденные на краю могилы уже много лет не садились на коня. Имитация сражения пугает их больше самого сражения. Во время торжеств среди глубокой ночи арестован француз Луи Перне, приехавший в Москву несколько дней назад. Отобрали всю его корреспонденцию и отвезли в городскую тюрьму. Его посадили в карцер на 4 дня. Первые 2 дня его оставляли без пищи. В соседней комнате секли крепостных. Его отделяла тоненькая перегородка. Всего он пробыл в тюрьме 3 недели и отпущен без объяснений причин ареста. Вот так тогда было в те времена возможным. Ну вот 10 сентября произошла вторая торжественная закладка храма Христа Спасителя на месте, которое выбрал уже Николай I. В Великобритании, значит, в феврале в Лондоне открылся чертистский национальный конвент. Съезд чертистских делегатов в мае. Чертисты предоставили в парламент петицию и отклонили в июне выступление рабочих в Бирмингеме. Выпущена первая в мире почтовая марка черный пенни с портретом юной королевы Виктории. Цена 1 пенс, тираж 68 миллионов экземпляров. Из войн запомнилась первая опиумная война Англии с Китаем. Английские войска захватили Аден-Тунис. В августе английские войска захватили Гонконг. Англо-Афганская война тоже случилась в этом году. У французов восстание в Париже, организованное общественным времен года, под руководством Агюста Бланки. Этот человек сторонник захвата власти силами. Тайная организация революционеров последует революционной диктатуре. Заговорческую тактику от его имени назовут бланкизмом. А тем временем Бенкендорф в августе на маневрах генерал Бенкендорф упал во враги с лошади и был ей придавлен. И начальник тайной полиции, по слухам, выполняет свои обязанности с большой добросовестью и искусством, никогда не возбуждает у государя подозрений по поводу незначительных доносов и смеет высказывать государю истину. Бестужев Николай, декабрист, приговоренный к 20 годам каторги, которую он отбыл в Шлиссельбурге, а затем в Щитинской Маостроге, вот с этого года будет жить на поселении Вселенгинской Иркутской губернии. Михаил Юрьевич Лермонтов 26 июня написал в альбом Софьи Николаевны Карамзиной стихи и попросил, если не понравится, порвать их. И он напишет другие. Тут не понравились, она вырвала листок, разорвала на мелкие куски и бросила на пол. Он подобрал их, сжег над свечой и попросил дать альбом, чтобы написать что-нибудь другое. Написал, она уже это не порвала. В этом году Лермонтов увлекся книгой Марией Щербатовой. Она велела ему молиться, когда у него тоска. Позже из-за нее будет драться на дуэли с Аташей французского посольца с сыном французского посла Барантом. В этом году, в 1839-м, напомню, появится на свет Божий родица Горлов Петр Николаевич, горный инженер, именем которого будет назван город Горловка. Мусоргский Модес Петрович тоже родится будущий композитор, отпуск княжеского рода Рюриковичей. Как вот я вот об этом не знал, но вот тем не менее, надо же, кто бы мог подумать. Пржевальский Николай Михайлович, будущий путешественник и генерал-майор. Родился также Третьяков Павел Михайлович, будущий создатель Третьяковской галереи. Ну и вот такие вот события у нас, которые произошли в 1839 году. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»